Утро среды в Одессе началось с митинга против карантинных ограничений и вакцинации от коронавируса. Участники протеста под Думское требовали смягчения карантина и молились. Несколько десятков человек устроили акцию перед сессией городского совета, чтобы привлечь внимание властей. Но, увы, громкие лозунги лишь фоном звучали при решении вопросов об изменениях в городском бюджете и развитии туризма. Перед собравшимися выступил известный антисемист Павел Ярош. Он сказал, что, борясь с вакцинами, люди защищают свой рот. И вместе с активистами скандировал «Я человек». Один из участников акции выступил с антисемистскими утверждениями. Протестующие утверждали, что коронавируса и вовсе не существует, а вакцина опасна для здоровья. Мероприятие завершилось молитвой «Отче наш». Тем временем у городского сада собралась другая акция протеста. Митингующие заявили, что не имеют ничего общего с антивакцинаторами. Только требуют от государства не нарушать права человека. «Дивіться, у меня в руках є Конституція. Тут у нас все викладені, всі закони. Я не буду зараз відкривати, бо це всі. Кожен Конституцію хай придбає і почитає, хто він, по-перше, громадянин, людина. Якісь приймають антинародні закони, я б назвала це геноцидом, тому що, дивіться, не можна вільно пересуватися. Якісь блокпости, якісь кордони. Доступу до їжі, до пиття, до перших товарів необхідності не всі однозначно». «Ми підтримуємо ту акцію, яка проходить в Києві, і за права людей. Я вам ще раз хочу, це не дисиденти, чи як там їх звуть, антивакцинатори. Ми за права людей. Те, що це не вакцина, це вже знають всі. Тяжкий перебіг не тому, що такий страшний вірус, а він є. Ніхто його не спростовує, тому що це зараз зброя масового пораження. Ви ж знаєте, що проходить, звідки він вийшов і все. Ми вже не будемо говорити про всі заговори, всесвітні, все окреме. Воно є, щось з них, може, пішло там не так, не знаю, але це є. Дійсно, люди хворіють, тому що я кажу, я не сплю дві-пот три доби, тому що люди звертаються, я медик сама в особі». Как би то ни було, не все участники протеста разделяют одну позицію. Некоторі митингуючі утверждають, що ситуація з вірусом не тільки в нашому регіоні, но і по всьому міру сильно преувеличена. «Я лично боюсь тих, хто вакцинировався, тому що вони для мене несуть угрозу, тому що я здоровий людина, вони больні люди вакцинировані. У них інфекція, у них вірус є, у мене його немає. Я їх вже боюсь, понимаєте?» «Який самий вірус, як він до них міг потрапити?» «Ну, вірус, який нам сказали, він взагалі не виявлено, т.е. його немає насправді, тільки якась його частина. Насправді, ви все знаєте, що його немає. «Я німножко боліла вірусною пневмонією, вірусною вірусною, всі це знаємо. Нічого вилечувалося, нічого страшного немає». «Ми що, раби? Ми не раби. Ми свободні люди. А то, що ви одеваєте на мордніки, це просто показує то, що ви соглашаєтесь з цим, понимаєте? Молчаливе согласие, вакцинація, вона просто убиває людей. Це експеримент над людьми, а тем более преступления над дітьми, которые вони собираються робити. Вони уничтожат просто націю, вони уничтожат Україну. Якщо ми будемо молчати, нічого не змінюється». Подобні заявлени готовы делать не все. Однака плакати з лозунгами держали охотно. Надеясь, що їх громкое молчання услышат хоча б городська власть. «Я інтерв'ю не даю». «Отчего? Тут написано, защитите наших дітей. Що це значить? Я не хочу с вами разговаривать». «Учитывая прошлый опыт, когда у нас взяли интерв'ю, а потом это интерв'ю нигде не показывали, а сделали какие-то… «Нарезку». «Нарезку» или просто написали своє мнение. «Ми даже перекрутить не можем, потому что нам не рассказывать, а развернуто. Это очень понравилось». «Я уверена, вы найдете». «Пожалуйста, не влезайте. А почему мне не влезать?» «Мы полностью солидарны, мы прислушиваемся». Участники акции прошли по центру города и раздавали горожанам информационные буклеты о вреде вакцинации. Шествие с плакатами сопровождали представители полиции «Диалога». В облгосадминистрации, в отличие от Думской, на протесты отреагировали. «Мы демократичная страна, и эти люди имеют право на выставление своих взглядов. Но понятно, что если выходит на дискуссию науковую, то нет серьезных аргументов против того, чтобы сказать, что не нужна вакцинальная работа. Хай бы вы не рассказали, как быть тем людям, 97%, которые находятся сейчас в реанимации, которые не были вакцинованы. Мы знаем, что если бы эти люди летом провакцинировались, то они бы сегодня не находились в этой ситуации». Отмечу, что одесские митинги проходят в поддержку протестов в Киеве. В столице около 2000 украинцев перекрыли в правительственном квартале ряд улиц. Организаторы из громкоговорителя призывали парламентариев отреагировать на их требования, среди которых не вакцинировать детей и не вводить штрафы за проезд без сертификата. В Минздраве, реагируя на митинги, призвали украинцев прививаться, не верить фейкам о вакцинации и получать только проверенную информацию из официальных источников. «Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и родинами, которые, на жаль, потеряли своих родителей через ковид. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро исчезает, а подробные сертификаты там не работают». По словам министра, каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован как минимум одной дозой, а каждый четвертый полностью закончил курс иммунизации и получил зеленый паспорт. Ответа на вопрос от митингующих, в чем проблема обезопасить себя, как минимум надев маску, мы так и не услышали. Отмечу, что сегодняшняя погода всячески располагала к уличным протестам. А свежим воздухом, как известно, всяко лучше дышать, чем медицинским кислородом. Надеемся, участники антиковидного хода тоже учли этот факт. Татьяна Бурумбей, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».